В Кирове отключат отопление. Во вторник, 10 февраля, с 9 утра до 17 вечера похолодает в 16 домах города. Без тепла на несколько часов останутся жители домов по улицам Розы, Люксембург, Карла Маркса и Ленина. Отопления не будет и в двух учебных заведениях, но уроки в школах пройдут в обычном режиме. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Три пригородных поезда вернули жителям области. По данным пресс-службы ГЖД, с 10 февраля движение электричек будет восстановлено в полном объеме. Теперь поезда снова начнут регулярно выезжать из Кирова в Пижму, Ежиху, Урень и обратно. Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал от министра транспорта вернуть все пригородные маршруты. Сейчас регионы страны пытаются исполнить указ президента. Кстати, летом в Кировской области возобновят еще один электропоезд по направлению Стрижи-Киров. Сквер у ДК железнодорожников начали готовить к сносу. Напомним, парк рядом с Домом культуры планируют застроить. На этом месте уже к лету 2016 года появится семиэтажное П-образное здание региональной налоговой службы. Общая площадь постройки более 12 тысяч квадратных метров. Когда именно здесь начнется вырубка деревьев, пока точно неизвестно. Но уже активисты выражают свое недовольство. Совместно с общественной палатой они планируют направить письмо в прокуратуру и выяснить, насколько законна вырубка деревьев. В другом парке города, наоборот, планируют высадить саженцы мелколистной липы. К 9 мая парк Победы, как заверили в город-администрации, преобразится. На благоустройство территории планируют потратить почти 10 миллионов рублей. В основном работы пройдут на центральной аллее. Там положат тротуарную плитку, а еще проведут санитарную обрезку деревьев и формовочную обрезку кустарников.